Бросили умирать на больничной койке. С такой жалобой в адрес врачей в редакции «Разберемся» обратился житель Абакана Владимир Черемицких. Его отец попал в больницу с обширным инфарктом. А через два дня мужчина ночью позвонил родным и сообщил, ему стало плохо, а медиков рядом нет. Спустя пару часов он умер. Владимир уверен, в этом виноваты врачи, которые оставили тяжело больного отца без присмотра. Как все было на самом деле, отправилась разбираться наша съемочная группа. Со смерти Владимира Черемицких прошло уже 40 дней, но его родственники до сих пор не могут поверить в случившееся. Ведь беды ничего не предвещало. Он никогда не болел, ни с чем у него, даже карточки-то нет. Здоровье подкосило Владимира Леонидовича в ноябре прошлого года. Заболела спина. Вместе с женой он отправился к врачу на прием. Без каких-либо анализов в больнице ему назначили уколы и физиолечение. Уже тогда Надежда Никитичевна заподозрила неладное. Она хоть и санитарка по специальности слышала, что проблемы с позвоночником не единственная причина боли в спине. Это могут быть предвестники инфаркта и инсульта. Но лечащий врач, видимо, не сомневался в поставленном диагнозе. А Надежда Никитична забеспокоилась. Я говорю, давай возьмем направление к терапевту, сделаем кардиограмму, пройдем. Подошли, он подошел, регистратору, талонов нет. Вот если хотите, на 3 декабря я говорю, а если до 3 мы умрем. Ну и мы что можем сделать? Тогда Надежда Никитична и не знала, что эти слова станут пророческими. Владимира Черемицких отправили лечиться домой таблетками и уколами. Спустя неделю мужчине резко стало плохо. Но скоро его увезли в республиканскую больницу с обширным инфарктом. Положили его в палату номер один, то есть под прибор жизни. Телевизор такой. Интерьер больницы мне внушил то, что здесь к людям нормально. То есть люди, получается, могут получить полную, стопроцентовую помощь. Но спустя всего сутки они поняли, весь этот внушающий доверие интерьер – только видимость. Владимиру Леонидовичу по несколько раз в день становилось плохо. Но помощь, рассказывают его родственники, больному никто не торопился оказывать. Он постоянно звонил домой и днем ночью. Говорил, что ему плохо, а рядом никого нет. Там даже элементарной кнопки нет. Я говорю, вот тебе ложка, ты хоть по козырьку стучи. Он говорит, да хоть застучись, вот чем. Тут никто ничего не услышал. Ну, действительно, пост тут дали вообще далеко. И вот он каждый раз звонил, мне плохо. Главное, он лежит в больнице, помощь просит у нас. Вот ты же медсестра-то должна. Но если ты отошла, попроси другого человека. Тем более такие больные лежат. Несколько раз родственники звонили в отделение на пост и ругались. И только тогда мужчине оказывали помощь. В последний раз Надежда Никитична разговаривала с мужем 30 ноября в 8 утра. Через полтора часа она приехала к нему в больницу на свидание. Посмотрю в палату, а палата пустая. Я говорю, а чего, много что ли? Она говорит, да. Я говорю, раз с него только разговаривала. Мы ничего не можем поделать. У нас был пересменок, мы не успели. Я говорю, ну как же вы не успели-то? Вот оно было нормально. Владимира Черемицких похоронили 3 декабря. В этот день, на который ему выдали талончик терапевту. Сразу после похорон в больницу на 2 недели попала и Надежда Никитична. Не выдержали сердце и нервы. Я вот подал заявление сразу после похорон на следующий день, написал в Следственный комитет. То есть я это дело не оставлю. То есть вот эти люди, они будут сидеть. Условных, условного срока им не будет. Никакие мне штрафы, никакие мне ничего, материальные, моральные вреды. Мне не нужны от них деньги. Я сам сколько нужно денег потрачу, чтобы их посадить всех. С подачи заявления в Следственный комитет прошло уже больше месяца. И вот, что там могут сказать на сегодняшний момент. Следователями проведен ряд проверочных мероприятий. Получены результаты патологоанатомического исследования о причине смерти мужчины. А также результаты служебной проверки, проведенной Минздравом Республики Хакасия. Действием лечащих врачей и медицинского персонала будет дана правовая оценка на предмет своевременности и качества оказания пациенту медицинской помощи. Решение по делу Владимира Черемицких станет известно 17 января, добавили в Следственном комитете. В Минздраве обнародовать свой вывод по случившемуся не решились. Говорят, врачебная тайна. Поэтому пока можно только рассуждать, каким будет наказание и будет ли вообще. Программа «Разберемся» непременно вернется к этой запутанной истории в одном из ближайших выпусков.